Клубок пряжи и небольшой крючок. Эти две, на первый взгляд, обычные вещи могут стать инструментами для волшебства, уверена Татьяна Саханько. Вот уже больше 20 лет свои вечера она проводит в окружении манекенов и модных журналов. В поисках интересных схем иногда проходят и недели, зато на выходе настоящий шедевр, который с легкостью может конкурировать с моделями Версача и Кардена. Это крючком, связано крючком ананасы. Вяжется, да. Где снизу вверх, где сверху вниз. Ну вот так. Это платье мое и шляпа моя. Все сделала в течение трех месяцев. И таких увлеченных творчеством рукодельниц в этот день на Советской собралось несколько десятков. Многих с этим удивительным хобби связывает своя история и своя мотивация. Участницы праздника из столицы в областной центр привезли благотворительную акцию и научили брещан создавать своими руками игрушки для реабилитации. Вяжем чудо осьминожек наших. Осьминожки нам нужны для того, чтобы выхаживать наших недоношенных малышей. Щупальца, трогая щупальца, ребенок думает, что это пуповина мамы. Он успокаивается и не выдергивает трубки, зонты. То есть понятно, что это травмоопасно и проблематично снова это все вставлять. И поэтому идет процесс восстановления ребенка. День вязания стал для города над Бугом настоящим фестивалем творчества и искусства. На сцене перед гостями праздника выступали юные артисты-вокалисты. Для любителей селфи и интересных снимков работала фотозона. Тем, кто увлечен кулинарией, кондитеры предложили испытать свои силы в росписи пряников. Каждый год мы ищем новые идеи. В этом году это идея хиппи, идея свободы, идея, вот вы видите, мандала, вот висит красивая. Это, скорее всего, желание рукодельниц Бреста украсить Брест, привнести хорошее настроение жителям. Около 30 рукодельниц стали активными участницами большого праздника, который в этом году получился ярким и интересным. Организаторы уже продумывают, какой будет акция в следующем году. Планируется, что это будет показ коллекции одежды, созданных в разных техниках вязания.